Всем привет! Многие из водителей сталкивались с тем, что светодиодные лампочки очень быстро начинают моргать, а вскоре и перегорают вовсе. И в этом выпуске покажу, как избавиться от моргания светодиодов и главное, как это сделать правильно. Итак, погнали! В сети гуляет очень много видео о том, как избавиться от моргания светодиодов. Но авторы роликов, да и многие автолюбители, все как под копирку стабилизируют напряжение. Но это не совсем правильно. Сейчас объясню. Итак, что такое стабилизатор напряжения? Из названия ясно, что он стабилизирует напряжение, то есть вольты. Если заявлено, что стабилизатор 12 вольт и 2 ампера, то это значит, что он стабилизирует именно напряжение 12 вольт. А вот 2 ампера – это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Может отдавать и меньше, например, 2-3 мА, но не больше 2 ампер. Стабилизаторы напряжения бывают разные. К самым распространенным относятся линейные стабилизаторы напряжения. В простонародье кренки. Кренки не могут работать на напряжении ниже, чем указанное на них. То есть, если крен 8Б или его импортный аналог LM7812 стабилизирует напряжение на 12 вольт, то как минимум на вход надо подавать на 1,5 вольта больше. Если будет меньше, то и на выходе будет меньше 12 вольт. Из космоса недостающий вольт и стабилизатор не возьмет. Таким образом, как только на входе будет меньше 13,5 вольт, на выходе будет меньше 12 вольт. А если на заведенном автомобиле на такой стабилизатор подается больше 12 вольт, а как вам известно, это больше 12 вольт и составляет порядка 14,2-14,4 вольта, то все, что выше 12 вольт, превращается в тепло. То есть, такой стабилизатор начинает греться. И чем выше входное напряжение, тем больше греется стабилизатор. Еще бывают импульсные стабилизаторы напряжения. Они, конечно, уже круче, но дороже значительно. То есть, если не хотите иметь у себя горячий линейный стабилизатор с огромным радиатором, то можно использовать импульсный стабилизатор напряжения. Кстати, такие стабилизаторы напряжения помогут продлить жизнь простым галогеновым лампочкам в автомобиле. Ссылочки на проверенные стабилизаторы напряжения я оставлю в описании. Ну а чтобы покупка была более выгодна и безопасна, то советую установить, как и я, дополнение Aliradar. Ведь оно показывает изменение цены товара на протяжении длительного времени. И вы сразу отличите, где реальные скидки, а где цена искусственно завышена, а потом якобы сделана скидка. Кстати, если добавить товар в список избранных, то Aliradar пришлет уведомление, когда его цена снизится. Также Aliradar поможет подобрать похожие и более выгодные по цене товары, что очень удобно. А еще вы можете посмотреть рейтинг продавца и точно понять, у кого делать заказы, а с кем лучше не связываться. Устанавливается это расширение буквально в несколько кликов и абсолютно бесплатно, как на компьютер, так и на телефон. Ссылочку на Aliradar я оставлю в описании под видео, чтобы вам долго не искать. Под итог под стабилизатором напряжение такое, что автолюбители ограничили вольты, а вот ток как скакал в своих пределах, так и скачет. И это главная ошибка, ведь светодиоды питаются током, то есть амперами. На ум тогда приходит идея, что нужно использовать стабилизатор тока, или как еще говорят, светодиодный драйвер. То есть если указано, что на выходе у него 250 мА, то так и есть. А вот вольты на выходе могут изменяться, в зависимости от требуемого светодиодом. То есть этот стабилизатор выдает стабильный ток, а напряжение как плавало, так и плавает. Повторюсь, светодиод питается током, параметра напряжения у него нет. Есть параметр падения напряжения, то есть сколько вольт на этом светодиоде теряется. Еще вариант стабилизировать ток, это использовать линейный стабилизатор тока, типа LM317. Но они также греются, как и в случае с линейными стабилизаторами напряжения, типа LM7812. Ну и самый простейший ограничитель тока, это конечно же резистор. Их часто ставят на светодиодные ленты. Если решили ставить резистор, то нужно стабилизировать напряжение. Но в принципе можно не стабилизировать, если вы правильно рассчитаете резистор на максимальное возможное напряжение в сети автомобиля. И взять запас где-то 10-15%. Но есть у резисторов минусы. Чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток. Ну и наоборот. К тому же резисторы могут начать греться после определенного порога величины тока. Не резистор придется тогда увеличивать в размерах. Поэтому если в сети скачет напряжение, то сначала стабилизируем напряжение, а потом ток. И все. Светодиоды будут светить долго и счастливо. А чтобы этого добиться, понадобится вот такой импульсный стабилизатор тока. Ссылочку на такой правильный стабилизатор, с которым ваши светодиодные лампочки перестанут моргать, я оставлю в описании под видео. Ну и еще один совет. Даже если у вас будет стоять правильный стабилизатор тока и напряжение, а светодиодная лампа все равно заморгала, то обратите внимание на то, как близко она установлена к лампе накаливания. Ведь температура колбы галогеновой лампы может превышать 100 градусов по Цельсию. А летом нагрев будет еще больше. От этого нагрева и страдает светодиод. Ведь их критическая температура в среднем не превышает порядка 70 градусов по Цельсию. То есть, если светодиод перегревается, то кристалл тускнеет, меняет свет, начинает моргать или попросту перегорает. А у меня на этом все. Всем удачи и добра. Пока.